Девочки мои, всем доброе утро! Начинается наш новый вложик. Сегодня у нас 5 апреля. Завтра у моего сына 6 числа день рождения. Сказать, что время улетит быстро, ничего не сказать. Исполняется моему сыночку 8 лет. Вообще, я безумно счастливая мама. Подарок я уже заказала. Должен будет сейчас чуть попозже привезти. Вставлю вам видео, как мне делают доставку. Вот, заказали мы ему гидроскутер. Он хотел. Плюс уже у нас тепло на улице. Хотя, вот пару дней назад был у нас снег. Это просто такой трэш. Так не свойственно нашему климату здешнему. Вот, а сейчас я иду по делам. После чего мы с вами вместе пойдем в магазин. Тортики я буду готовить сама. Пойдем вместе с вами. Мы купим шарики. Вот, хочу шарики ему купить. Я всегда ночью надуваю красивые шары. Делаю ему такую подарочную зону. На утро он встает и получает свой основной подарочек. В этом году тоже не исключение. Так что, девочки, начинаем у нас новый вложек. Кстати, я знаю, что в России с ютубом большие проблемы. Монетизация там тоже отключена. Но весь кошмар в том, что вся моя, так скажем, большая часть, моя аудитория была из России. Вот. Так что это очень критично для моего канала. Оу. Не знаю, девочки. У многих просмотры упали. У меня, как у начинающего блогера, очень сильно упали просмотры. Потому что, опять же, повторюсь, основной мой зритель идет из России. Основная часть моих зрителей. Вот. Но ничего страшного, девочки. Будем продолжать. Всему время нужно. Вот. Так что, то, что я делаю, я делаю с удовольствием. Не для монетизации. Не для чего такого. Конечно, это приятный бонус. Но это как хобби. Кстати, сегодня в своих джинсах, которые я покупала. Вот такие вот они красивые. Мне очень нравится. Очень комфортные. Это у меня в 34 размере. Вот такая вот у нас прелесть. Все, девочки мои. Начинаем наш блогик. Поехали. Вообще, в прошлом блоге я заметила, что очень мало говорю с вами. Надо исправляться. И вы тоже пишите в комментариях, девочки, как у вас день проходит. Пишите, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы. Касаемо личного плана. Вот. Буду отвечать на них. А, кстати, совсем забыла. Бен рождения, это у него завтра. Праздновать он хочет со своими одноклассниками. Ну, как, с самыми близкими одноклассниками. Поэтому хотели мы забронировать на 10 число, на субботу в Royal Kids. Это у нас здесь игровой центр такой. Место для детей. Чтобы они все наигрались и собрались вместе. Все-таки это детский праздник. Нужно не забывать, что в первую очередь должно быть хорошо детям. Они, как в нашем детстве, все взрослые собирались. И, в принципе, детям было не особо интересно. Поэтому мне пришлось забронировать место на 11 детей. Это, получается, на 16 число. На следующую субботу. Но ничего страшного, он у меня не расстроился. Главное, что день рождения у него состоится. Подарок у него будет. И одноклассники, которых он хочет видеть, тоже будут. Поснимаю вам тоже на дне рождения. Не знаю, это, наверное, не войдет в этот влог, в само празднование. Но основное получение подарочка с шариками, с тортиком вы увидите. Кстати, каждый год тортик я, своему сыночку. Вот. И в этом году тоже буду готовить я. И я покажу вам. И вставлю вам, кстати, картиночки тортиков, которые я делала прежде. И сыну, и дочке. Мне кажется, неплохо получается. Все, девочки. Целую. Хорошего дня. Начинаем у нас новый влог. Так, девочки, вот получили мы подарок сыночка. Здесь у нас гидроскутер. Вот такой вот гидроскутер у него. Яркий, веселый. Прям мальчиковский. Но он даже не догадывается, что за подарок он получит. Поэтому я сейчас это все упакую. Точнее, когда приду домой, все это упакую. И потом... Сейчас посмотрю, цвет какой. Правильно поставили. А вот. И потом будем завтра... Да. Красота. Завтра будем ему вручать. Моему мальчику уже 8 лет. 8 лет нашему счастью. Ой. Мой подарок с небес. Все, девочки. Я супер довольна. Я думаю, что он тоже будет в восторге. Потому что он как-то давно хотел. Вот. Теперь у него будет. У меня еще очень крутая дочка катается. Ей всего 3 годика. Но она, наверное, лучше всех в нашей семье катается. Вот мой аутфит на сегодня. Джинсики, курточка, мои сапожки в стразиках. Кстати, одна моя подписчица София. София, тебе привет. Писала, что я правильно заметила, ты не носишь джинсы. Не знала, правда, как-то так получалось, что во влогах я не была в джинсах. Ну, вот, исправляемся. Так, девочки мои, сейчас я иду покупать все необходимое для тортика. Вот так вот выглядит магазин. Находится он у нас на пираже. И здесь очень много всего разного для выпечки. Давайте зайдем, посмотрим. И, как видите, вот так вот очень много всего разного можно здесь найти. Начиная от вот таких вот конфет, заканчивая мастикой. Всякие разные для глазури. Вот тут такие вот есть готовые виды, декорации для торта. Это все для начинки. Видите, очень много всего. Формы всякие разные. Мастика разных цветов. Тут такие вот формы. Здесь вот такие вот формы. Всякие венчики. Но это прямо уже для профи. Вот такие вот декорации на тортик. Сейчас, кстати, я посмотрю, что можно будет удобного взять для сына. Вот видите, всякие цветочки. Такие вот розочки. Ну, в общем, очень много всего разного. Девочки, кто не знал, знаете. Затем оставлю вам, визитку возьму, оставлю вам адресок. Так, давайте посмотрим. Ну, тут разные формы. Вот всякое такое для того, чтобы непосредственно саму выпечку ставить. И также у них можно купить сразу, как я это всегда делаю, вот такие вот коробочки разных размеров для больших тортиков, для маленьких выпечек. Очень удобно, когда детям в школу готовишь тортик, потом красиво вот так вот в упаковочку ставишь и без проблем доводишь до места назначения. Ладно, девочки, я сейчас выключаюсь, выберу все, что мне надо, а потом включусь и покажу вам. Ну, что я взяла. Буду брать мастику. Мне вообще нужен либо желтый цвет, либо вот такой вот красиво-голубой. Ну, такой бледно-голубой. Есть вот такие большие килограммовые, есть вот такие вот маленькие. В итоге я взяла вот эти вот цвета. Чуть больше килограмма буду перемешивать, потому что одного цвета не было. И взяла один желтый для декорации. Мерсив. Так, вот девочки, вот здесь вот адрес написано, кому нужно. Так, девочки, я уже в магазине Летверк. Пойдемте первым делом выберем шарики. Смотрим, что-нибудь интересное. И еще свечку хочу, восьмерку ему. Ой, еще и так спокойно в магазине. Все пасхальное. Так, шарики у нас в следующем отделе. Смотрите, сколько всего красивого пасхального. Это все шоколадные золотые яйца. Майнкрафт у него в прошлом году был. В этом году будет Бравл Старс. Вот это вот такие вот свечки. Так, давайте выберем с вами восьмерочку. Ну, прикольная восьмерка. Ну, она чуть немножечко. А вот еще есть потемнее. Слушайте, зря я тележку не взяла. Пойдемте возьмем, потому что я хочу еще рыбу приготовить. Так, давайте одну вот такую вот тележку возьмем. Так, почему-то на них нету вот этих штучек, которые вот на этой есть. Так, сейчас мы с вами возьмем. Смотрите, выберем рыбку. Вау, какие прикольные. Тяжеловато, конечно, тяжеленькие, но прикольно смотрятся. Клево смотрится, но немножко тяжеловато. Я не люблю, когда тяжелая посуда использовать не хочется. Давайте рыбку выберем с вами. Я хочу красную лосось, наверное, какую-нибудь. Устрицы. Кто любит устрицы? Я очень люблю устрицы. Так, почему-то я не вижу. Так, сейчас прошу. Ладно, потом включусь. К девочке. Ни рыбки нету. Я хотела с ума взять целиковую, но, наверное, сейчас поеду в другой магазин. Вот, Большой Карефур съезжу, наверное, так будет лучше. Ехала я в этот Большой Карефур. Посмотрим, что у нас тут по рыбе будет. Надеюсь, все-таки здесь найду то, что мне надо. И шарики красивые найду. Кстати, сейчас у нас сколько? 15.08. Ну, надеюсь, я успею, конечно, чтобы еще дочку забрать в садико. Ну, постараюсь побыстрее. Так, тут кокосовые маршмеллои есть. Возьму для дочери. И еще хочу взять мармеладные конфетки, круглые такие, чтобы тортик украсить. Единственное, пока не вижу. Вот, типа вот этого. Но такие есть вкусные, которые... Это я вообще терпеть не могу. Есть такие, что только цветные, они вкусные. А, вот они, нашла. Вот такие вот есть. Но цвета, конечно, мне не подходят. Мне нужно в синих цветах. Вот так всегда. Когда что-то нужно, не находишь. И когда не нужно, постоянно перед глазами. Так, нету то, что мне надо. Я решила обыграть этот момент. Возьмем вот такие вот слайники на тортик. Так, сейчас я просто выберу, которые мне больше по цветам подойдут. Ну, думаю, что достаточно. И еще возьму вот что-то типа этого. Это все пойдет у нас на декорации торта. Возьму его деткам. Так, еще сейчас мне нужно будет взять зубочистки, чтобы втыкать красиво в тортик. Можно было культурненько. Идем к рыбке нашей. Так, я хочу... Так, здесь нужно нам взять этикет. 933 я. Ну, как я вижу, народа нету. Поэтому моя очередь быстро до меня дойдет. А сейчас пока я выберу сумму. Ой, отлично. Вот они там, видите? Вот сумму. Сейчас выберу самую вкусную. Вот такую вот. Покупаем, девочки. Так, сколько она у нас выходит? Выходит 32. Так, сейчас он у меня ее почистит. Здесь всегда очень свежая, хорошая рыба. Мы всегда здесь покупаем. Вот так вот, видите? Они на месте сразу всю чешую убирают. Так, рыбка у нас уже есть, отлично. Вот, сумму это вот эта рыба, по-русски будет лосось. Мякси. Мякси, баку. Мякси. Ова. Возьмем сейчас салатик. Я хочу мороль взять. Так, мороль здесь обычно вообще бывает. Но сейчас почему-то я не вижу. Ну ладно, кроняк возьмем вот такой вот. Айсберг. Давайте возьмем его. Так, одну редисочку возьмем. Вот такая вот упаковочка. Здесь у нас сколько грамм? Здесь у нас 250 грамм стоит евро. Так, наша рыбка. Такие вот есть в пачках миксы готовые. Можно, в принципе, взять его. Возьмем упаковочку помидора черри. Мне нужен банан для начинки в тортик. Так, здесь мы взвешиваем. Овел. Мякси, баку. Вот так вот. Выберем клубничку. Вот эта клубника вкусная очень. Здесь у нас сколько грамм? 250 грамм стоит 2,69. Вот так, возьму 2. Так, возьму вот такие, чтобы втыкать эти конфетки в тортик. Так, в итоге я выбрала вот эти вот шары. Здесь вроде бы, смотрю, очень много голубеньких. Желтеньких тоже много. И останется как раз на день рождения дочери тоже. Так, все, девочки, я уже подошла на кассу. Так, девчат, я уже дома. Под родицей ставлю кофе. Так, сейчас кофеечек выпью. Тортик буду готовить тогда, когда мое чудо будет спать. У кого завтра день рождения? У меня! У тебя все зубки выпали к 8 годам, да? Тортик буду готовить тогда, когда он будет спать. Я всегда так делаю, чтобы он не видел заранее дизайн тортика. Художное вместе с вами приготовим, но уже завтра. Вот, мы так чисто в нашей домашней компании посидим, а 16 числа будем праздновать. Так что, как-то так. Вообще, когда прошли эти 8 лет, я даже моргнуть не успею, и уже ребенок взрослый. Девочки мои, я перехожу к приготовлению кремушка. Тут у нас масло 2 пачки сливочного, 2 баночки сгущенки и, пожалуйста, ванильный сахар пачка, но у меня здесь еще есть половинка от рулетика, еще осталось, буду тоже добавлять. Так, я перехожу к приготовлению крема. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот, девчат, наш крем готов. Хорошенький такой получился. Отправляем его в холодильник до вечера. Уложила своих котят спать. Теперь переходит мамочка к приготовлению тортика. Буду собирать тортик. Вот тут у меня клубничка, я ее предварительно помыла, чтобы она немножечко высушилась. Всегда, практически на каждый их день рождения у меня начинка классическая. Банан и клубника. Вот на такие кусочки тоненькие мы нарезаем наш банан. Клубничку мы нарезали. Бананчик тоже. Теперь приступаем к коржам. Мазываем коржик и вот так вот красиво распределяем нашу клубничку и тем же самым образом банан. Обмазала я хорошенечко коржики. С помощью мужа, точнее, мужа у меня всегда каждый год у нас традиция. Муж раскатывает нашу мастику на камере вообще другого цвета, но на самом деле она такая, как цвет Тиффани. Сейчас буду переносить на наш тортик мастику. Так, вот, девочки, кто помнит эти конфеты, которые я покупала сегодня в магазине, и вот такие вот зубочистки. Просто, девчат, берем и втыкаем зубочистку в эти конфетки. Получается вот такой вот элемент декора. Так, девочки, вот то, что у меня получилось. Это еще не конечный результат. Завтра нужно будет красиво снять пленочки с конфет, приклеить эмблему и добавить цифру КУ-8 и фейерверки еще. Вот такой вот тортик своими руками я приготовила для моего сыночка. Надеюсь, он будет рад, потому что он очень хотел в Бравл Старс. А вот то, что у меня получилось. Напишите, как вам, девчат. Завтра нужно будет обязательно поменять тортницу, взять более нарядную. И вот такой вот у нас тортик. Может быть, не как у профессионалов, но своими руками зато. Я знаю, что он будет смотреть этот влог. Сейчас он спит. Я хочу поздравить тебя с днем рождения, мой сыночек. Мы с папой тебя очень сильно любим. Так, вот, девочки, как-то так завтра будет выглядеть наше поздравление. Подарок, к сожалению, упаковать не получилось. Упаковочной бумаги у меня не оказалось. Я почему-то помнила, что у меня есть она. Так, вот. Так, что подарочек у нас лежит вот так. Плюс мне хватает еще тортика. И вот такие вот красивые шарики под цвет его тортика. Днем рождения, мой мальчик. Днем рождения, мой мальчик. Днем рождения, мой мальчик. Ты довольный? Очень. Классно? Мурашки пошли. Посмотрите, мне новичинки. Мурашки. Помоги сестренке встать. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки мои, как вы видели, подарку сыночек был очень рад Вот, а я сейчас иду, спускаюсь у нас здесь, смотрите, какая дорожка прикольная А вот, иду, спускаюсь у нас здесь в Пашан, фейерверки надо купить, потом тесто слоеное взять И там по мелочи посмотрю, все Ну, самое главное, я сейчас спускаюсь за фейерверком и за тестом А вот, главное их не забыть Сегодня мы с нашей семьей посидим Он, конечно, очень рад, что и сегодня посидим Плюс торт я приготовила, будет задувать свечки И плюс 16-го числа, он, конечно, ждет с нетерпением 16-е число Потому что все-таки хочется, чтобы были одноклассники Хочется, значит, будет Все, девочки, ладно, захожу в магазин, потом включусь Где же у нас здесь фейерверки и свечки? Вот видите, я уже забыла, девочки, зачем я пришла? Память моя девичья Так, что у нас тут интересненького? Столько всего интересненького, господи Ладно, за этим мы придем потом Так, тут у нас даже одежда есть Вау, смотрите, сколько всего для Пасхи Для того, чтобы делать шоколадные яйца Я знаю, что многим девочкам из Армении очень интересно, что же в наших магазинах продается такого интересного Пожалуйста, буду вам показывать Привет Так, ладно, пойдемте Вот еще на этой стороне очень много всего Ну, короче, вот так вот Все вот эти стенды от желтого Желтых цветочков Это все для вас Все, тесто взяла, мои красавицы Идем покупать свечки А еще соус мне нужен Блин, здесь вот новая бесит мне Когда нет времени стоять, пора осматривать Это, конечно А, точка еще чипсы просила Чипсы Чипсы острые, но острые никто ей давать не будет Поэтому сейчас выберем с вами Какое, давайте Возьмем вот такое вот лейс Как хорошо, что у меня есть Я всегда не одна по магазинам Нет Упс, нам не сюда Так, девочки, еще очень-очень люблю Вот этот вот соус Цезарь Очень люблю И дети тоже очень любят Просто салатик дайте Если из-за мароля они не будут есть Но если добавить у него вот такой вот Цезарь То они кушают с удовольствием Так, вот, в принципе, все мои покупки Девочки, иду домой уже Я уже дома Перехожу к приготовлению рыбки И здесь у меня еще тушится немножечко фаршика Для приготовления мясного пирога Как любят мои сыночки, да? Да Девочки, сделаем, значит, соль, перец Красный перец и лимонный сок Ммм, хорошенечко всю рыбку обмажем Разрежем приблизительно на кусочки И в духовочку И в духовку И в духовку Девочки, перехожу к приготовлению пирога Мясной пирог такой у нас получается Наш фаршик остыл Делается точно такой же фарш, как в блинчиках Зелень сейчас я нарублю сюда свежую И затем накрываем сверху вторым листом слоеного теста И здесь у меня еще идет вот такой вот ленивый хачапури Так, девочки, вот так выглядит у нас пирог в готовом виде Это у нас с мясом, который у нас хачапури Еще салатик И отдельно салат для мужа, который без сыра идет Мои девочки, мы уже потихонечку садимся за стол Сейчас быстренько вам покажу рыбку И вот такая вот у нас красивая рыбка получилась Сейчас я ее перенесу красиво на воду и покажу вам Здесь два с первого века Попросила его пропылесосить Теперь у нас только так Вот так моя девочка катается Ой, у тебя зарядка села Ничего страшного На этом наш влог заканчивается Хочу закончить влог со словами благодарности Огромное вам спасибо, каждый из вас, за поздравления Большое количество поздравлений Я вас всех очень люблю Мне очень приятно И сыночек тоже очень рад И благодарил вас за поздравления Хочу, чтобы ваши детки тоже были здоровы Мои хорошие Самое главное, жили под мирным небом А с вами я буду прощаться До следующего влога Всем пока-пока